Всем большой привет из Прованса! Вы на канале YouTube или на Франции Жизнь Сибирячки во Франции. Я собираюсь на два рандеву. Кстати, у нас в Провансе стало очень холодно. Утром всего плюс один. Ну, для нас это холодно, для вас, скорее всего, для многих не холодно. У меня рандеву, я пойду, зайду в парикмахерскую и потом еще также зайду к своему диетологу, потому что она мне звонила, говорит, что ты долго не приходишь. А потом вернусь домой и, скорее всего, вам покажу меню, которое она мне составляла, пообсудим. Это меню не для похудения, это меню для того, чтобы не задерживалась вода. Вот сейчас она все это посмотрит и потом мы с вами пообсуждаем. Обсуждаем, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. И кому интересно, оставайтесь со мной. Я уже вернулась домой, у меня здесь всего столько понаписанного. Мы с ней долго разговаривали, с моим диетологом, обсуждали. Я ей всю правду сказала, с чем я согласна, с чем я не согласна. Сейчас обсудим с вами меню, но я забыла вам рассказать, от чего задерживается вода. Давайте я вам расскажу, что она здесь написала, от чего может задерживаться вода, и потом покажу свое меню. Вода может задерживаться от соли, это мы все знаем. Вот здесь написано, что сладкое заставляет полнеть, а соль заставляет гомфли, то есть распухать, если перевести дословно. Также вода может задерживаться по гормональным причинам, есть какой-то гормональный сбой, плохая циркуляция крови в венах. Здесь, кстати, она вот здесь про вены написала, и еще в двух пунктах. Лежамблюрды, это когда тяжелые ноги, если перевести дословно, тоже когда проблемы с лимфой, когда проблемы с венами, и когда очень-очень жарко, мы чувствуем себя как будто бы гомфле, то есть раздутыми у нас задерживается вода. Конечно, не у всех, это у каждого индивидуально. Самый большой пункт, который она выделила, который может привести к задержке воды, это, конечно же, стресс. От стресса у нас все проблемы. В принципе, правильно говорят, что от стресса все-все болезни. То есть есть, кто при стрессе кушает очень мало, но все равно поправляется. Есть, кто кушает очень много, но худеет. Но чаще всего стресс, это, конечно, приводит к тому, что люди набирают лишний вес, у них задерживается вода, происходит также гормональный сбой, это вы все знаете. И у женщин в 5-6 дней, которые до критических дней, мы можем тоже набирать вес. И многие набирают достаточно большой вес, потому что задерживается вода. Вот когда вы худеете 5-6 дней, ну, примерно неделю до месячных, то можете точно сказать, что это вы, в принципе, не поправились, а у вас идет задержка воды. И, конечно же, она сказала, от многих, то есть индивидуально, есть люди, которые могут поправляться от одних продуктов, то есть идет задержка воды от одних продуктов, у других от других продуктов, например. Сразу же предупреждаю, что это мое личное меню, которое подстроено только под меня, под мои анализы. Мы с ней очень долго разговаривали на первом рандеву, она у меня спрашивала все, как вы помните, я рассказывала. И, знаете, кому-то утром подойдут белки, кому-то утром подойдут углеводы. Мы все очень разные. Единственное, что нужно знать, перед тем, как худеть, или, не знаю, переходить на правильное питание, чтобы узнать, что вам лучше всего кушать, нужно сдать анализы, и нужно полностью, полностью быть уверенным в своем организме. Потому что, если есть какие-то проблемы со здоровьем, то, скорее всего, нужно сначала решить все эти проблемы со здоровьем, а потом уже переходить на правильное питание. Итак, начнем. Птида Жене – это завтрак. Она спросила мои предпочтения и сделала мне два завтрака. Утром вода теплая с лимоном, соком лимона. Да, я сначала все время пила сок. Я буду сразу пояснять, что я делаю, что не делаю. Я делаю воду с лимоном. Теперь мне сказали, что лучше в воду добавлять сок грейпфрута, потому что нам нужна горечь, чтобы хорошо отходила желчь. И поэтому я теперь буду добавлять в воду сок грейпфрута. Грейпфрут, да, правильно я его называю по-русски. Французское слово «вертится в голове». Вот. Затем, по этой же причине, я добавляю чайную ложечку горчицы в омлет. Завтрак мой может состоять из омлета, двух яиц, плюс овощи. Отваренные зеленые овощи. Ни в коем случае не сырые овощи. И небольшой кусочек черного хлеба или любой крисполь с мягким козьим сыром. С мягким сыром может любой. Она не против ни камамбера, не против всех сыров, которые мягкие. Она против сыров твердых. Хотя я с этим тоже не согласна. Потому что кому-то, кто-то от жиров поправляется, а кто-то не поправляется. Второй мой завтрак. Это фромаж блян. Обрыби или обрыби это козий йогурт. Фромаж блян по-русски это, если перевести, это мягкий сыр. Но для вас это простой натуральный йогурт. Можно коровий также. И красные фрукты. И, конечно же, кофе с молоком. Вот мы здесь зачеркнули с ней миндальное молоко. Потому что она мне все-таки наставила, что лучше, если добавляешь, то добавляй не растительное молоко, а коровье простое молоко, чтобы больше было белка. А вот. Это у нас перекус. Что с стрелочкой и перекус. В принципе, она сказала, если не хочешь перекусывать, то не перекусывай. Если хочется перекусывать, то перекусывай. Никогда не нужно бороться со своим организмом. Здесь у меня кофе с молоком и один фрукт. Я считаю, что это хороший перекус. И единственное, что можно между... Иногда я добавляю фрукты. Иногда я добавляю дольку, одну черного шоколада 100%. И вот кофе с молоком я заменила на травяной чай. Затем на обед, что она мне прописала. Дежуне по-французски это обед. Также овощи. В обед она сказала, можешь добавить свежие овощи. Посмотри, как будет реагировать твой организм. Но лучше всего также добавлять отварные овощи. Это еще раз повторяю для тех, у кого задержится вода. Любые белки по выбору, что есть в этой распечатке. Я вам про них уже рассказывала. Затем, если хочется, то добавляй сложные углеводы. Фекулян, сложные углеводы. Я у нее спросила, сколько. Она сказала, в принципе, вот с ладошку 4-5 столовых ложек. Я спросила, можно без сложных углеводов. Она сказала, да, запросто можно без сложных углеводов. Есть люди, которые не могут жить без сложных углеводов. Есть люди, которые могут жить без сложных углеводов. Я стараюсь делать все рационально. Поэтому я добавляю или кусочек хлеба, или сложные углеводы. Но не очень много. Также в обед можно один натуральный йогурт. Если добавляешь, она сказала, утром сон-давуан, это у нас отруби, то можно добавить еще одну чайную ложку в обед в йогурт. Но, в принципе, лучше не добавлять. И если хочется чего-то сладкого, то дольку черного шоколада. Но я уже так, как всегда. Иногда я меняю. Я вот в перекус, если мне хочется, сюда добавляю фрукт. Только я его ем один час. То есть я дожидаюсь, когда пройдет после обеда один час. И потом я уже ем фрукт. Мне больше всего подходят кислые фрукты. Это зеленые яблоки, сливы, грейпфрут. И почему через час только после еды, чтобы все усвоилось хорошо, чтобы не было брожения и ферментация не произошла вместе с едой. То есть яблоко не ферментировало всю еду, не случилось брожение в организме. Если я все правильно объясняю. Конечно, научным языком можно было объяснить получше. Но мы просто с вами общаемся. Затем перекус, второй перекус, где-то пол пятого. Если хочется, то тоже молочный продукт. И она не против фруктов. Я спросила, вы не против фруктов даже во второй перекус? Она сказала, нет, я не против. Я говорю, вы не против, чтобы смешивали молочные продукты и фрукты? Она сказала, нет, я не смешиваю молочные продукты с фруктами. Поэтому я беру или молочный продукт, или фрукты. Но чаще всего молочный продукт, фрукты я предпочитаю есть или после обеда через час, или в первый перекус. Я надеюсь, что я вас не запутываю. Во второй перекус также я могу вместо молочных продуктов съесть несколько орешков, которые я замочила заранее. Вы знаете, что орехи и даже различные зернышки нужно замочить хотя бы на 30 минут. И что она у нас в ужин мне предложила? В ужин, как у всех, это легкие протеины, то есть это уже не мясо, это может быть курица, яйца, нарезка, рыба. Обязательно, вот она везде мне выделяет красным овощи. Овощи отварные, то есть ни в коем случае вечером не свежие овощи. Йогурт натуральный, везде где написано йогурт, это конечно йогурт без всяких добавок. Она мне говорила, что если хочешь добавлять стевию. Я не люблю никакую добавлять стевию, я лучше посыплю или корицу, или мускатный орех. Или теперь я, знаете, добавляю, замачиваю на 30 минут зернышки, тыквенные зернышки и добавляю немножечко в йогурт тыквенных зернышек. Вы знаете, что тыквенные зернышки очень полезны. Это полезные жиры. И, кстати, мне тоже сказали, спасибо большое, что тыквенные зернышки, их лучше употреблять вечером, потому что они очень хорошо очищают организм. И вот смотрите, фекулян для тех, кто хочет похудеть, потому что это, она как бы по образцу делала это меню. Для тех, кто очень хочет похудеть, всего один раз в неделю. Что касается меня, согласна Лилия, вот с этим, ну, мне кажется, что если добавлять в обед по чуть-чуть, если уж сильно кто-то хочет похудеть, нужно большой вес сбросить. Но, в принципе, я думаю, что от фекулян, это от сложных углеводов, совершенно отказываться не нужно, их просто нужно сократить. Ну, в принципе, вот, и чтобы хороший был транзит, чтобы не было никаких проблем, она сказала, пить обязательно воду, можно с лимоном, чай, кофе. Ну, как я уже вам рассказывала, что французы не против кофе, я вам не спросила, она сказала, можешь пить кофе без сахара. Сколько хочешь, я не согласна с этим, что очень много. От кофе тоже может задерживаться вода, солить как можно меньше, количество всего, вот, всего, при каждой еды, она сказала, можешь кушать столько, сколько захочешь. Я вот с Аволюнте тоже сомневаюсь, не знаю, можно же позволить людям, которые, я могу себя остановить, есть люди, которые не могут себя остановить, Аволюнте кушать. И подсластители это или сироп агавы, или стевия, никакого, конечно, сахара нет. Я думаю, что я вам все рассказала, если есть какие-то вопросы, пишите, конечно, у меня еще очень много информации, поэтому, если будем продолжать, то также напишите в комментариях, обязательно будем все обсуждать, будем с вами вместе решать, что полезно, а что не полезно, и давать свое мнение. Всем огромное спасибо, кто остается со мной на моем канале в рубрике, что говорят французские диетологи, и до новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok